Министерство транспорта Министерство транспорта Восприятие, мышление Сужаются поля зрения Снижается зрение Повышается артериальное давление Учащается пульс Установка тахографа дает возможность Правильно учитывать рабочее время Соблюдать режим труда и отдыха водителей Что приводит к повышению эффективности труда И снижению аварийности на дорогах Конечно легче Особенно когда по загородной трассе идешь Все монотонное Ты не замечаешь, когда наступает утомление А это 4 часа ты проехал Отдохнулся уже С новыми силами уже едешь Это безопасность прежде всего Ряд оренбургских предприятий И предпринимателей уже оснастили Транспортные средства тахографами В их числе туристический оператор Оренбурга Лидия Тур Зная о том, что мы работаем с людьми А здоровье и безопасность людей Это прежде всего Поэтому как только какие-то выходят Новые положения или постановления Или требования, рекомендации Естественно мы сразу же их применяем Почему? Потому что вы прекрасно понимаете Что самое дорогое ценное, что у нас есть Это безопасность и здоровье У каждого из сотрудников Те, которые непосредственно закреплены за транспортом Это логисты, это начальник транспортного отдела Это инженеры и механики И непосредственно у директора, у генерального директора На компьютерах, как на работе, так и дома Обязательно ставят систему ГЛОНАСС Система слежения за транспортным средством Это система GPS ГЛОНАСС Которая стоит на каждом транспортном средстве Она установлена в соответствии с последними приказами Минтранса В МВД Система позволяет, во-первых Следить в режиме реального времени За перемещением транспортного средства Как с погрешностью 10 метров Так и в промежутке от 10 до 25 секунд Все передвижения видно Во-вторых, система показывает Сколько данное транспортное средство находится в простое Когда транспортное средство передвигается за пределами города Оренбурга И находится свыше 4 часов в дороге Мы, соответственно, отслеживаем Были ли простои, специальные отстои Когда водитель должен дыхать То есть в таких моментах обычно едут два водителя Соответственно, один водитель должен поменяться с другим Поменять карты, тахографы То есть диагностические карты Что тоже отслеживают Если транспортное средство должно двигаться со скоростью 90 км в час То при превышении 100 км порога То есть 100 км в час и выше Сразу логисту приходит смс с номером машины С датой, с точной скоростью Что транспортное средство превысило Совершается тот же звонок водителю И выясняется, по какой причине был нарушен скоростной режим У нас обязательно проходит, а не медика Как утром предрейсовый у нас контроль Медик-механик, так и вечером По возвращению в гараж, естественно Медик и механик обязательно Механик осматривает техническое состояние транспорта Медик осматривает именно здоровье и состояние водителя Приходит ко мне водитель, я начинаю предрейсовый осмотр Меряю давление Дуют они в алкотестер Проверяю на алкотестер Если что-то не так, то мы не допускаем Если я также еще смотрю на внешний осмотр Если мне что-то не нравится, если будет температура Либо давление, я не допускаю на рейс И сколько бы ни стоило оборудование, которое нужно поставить на транспорт Естественно, мы обязательно его оборудуем и поставим И, как всегда, в числе первых мы это всегда делаем После принятия закона владельцев транспортных организаций Будут штрафовать на 50 тысяч рублей За отсутствие или неиспользование водителям тахографа Именно столько стоит покупка и установка этого прибора В ходе рейда в сотрудники Оренбургского ГИБДД Уже выявляют факты неисправности и отсутствия тахографов у водителей большегрузов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!